Всем доброе утро. Едем в сторону Лермонтова. Сейчас погодка хорошая уже стала. Солнышко встает, картинка меняется. Море вон, смотрите, какое море. Красота. Чайки летят. Чайки как будто тут есть ветерок и они вот как-то парят. Я заметил, одна на месте, да, прям зависает такая и висит. А вот в Кайфе кто-то текает. Кто-то уезжает, да. Действительно, можно согласиться, когда приезжаешь, когда едешь в Лазаревское, ну или в Сочи, там, конечно же, в Адлер. Вот первое место, когда поворачиваешь после Джугбу от Лермонтова, вот эти вот завораживающие места очень красиво. Когда впервые только видишь море, особенно, если ты первый раз едешь. Ну, те, кто едет на поезде, конечно же, в Туапсе наблюдают нечто похожее, картинку нет. Да, в детстве это, конечно, зачаровывает, когда смотришь на это. Ну да, я помню, когда в поезде, когда и приезжаешь, и уезжаешь, смотришь на море, а потом уже в Туапсе, после Туапсе, когда уезжаешь, ничего не видно, там, в горах едешь. Грустно. Ты как помнишь, приезжали, ну, как-то, ну, еще в детстве. Хотелось прям на море сразу идти. Ну, хотелось сразу бросить все идти. Ну, так-то было. Никогда так не было. Так и хотелось, я имею в виду. Так всегда и хотелось. Ну, на море. Да, вот отсюда, вот Лермонтова. Вот когда-нибудь, я вот точно обещаю, когда-нибудь я вот просто приеду, остановлюсь, вот чисто поехать, прокатиться, может быть, как-нибудь ближе к зимой, конечно же, вам не столько будет интересно. Ну, просто прогуляться вот по тому же Лермонтову и близлежащим поселкам. Сделаем туристические прогулочки. Не до конца еще восстановилось. Смотрите, такие волнорезы прям на улице стоят здесь. Не до конца все. Тут отремонтировали в Лермонтово. Вдруг еще какой-нибудь. Да, но сейчас все на зиму глядя, в ожидании зимы, конечно же. Помнишь, когда мы занимались этим морем? Блобом? Да, сделаем. Мне пацаны ночью звонят, когда шторм. Говорят, у тебя унесло там, вышку. Издевались. Вот так вот. На море, я вам скажу, работать это тяжкий труд. Я когда работал, потерял три шкуры. Кто-то загорел, хорошо. Я загорел, облез, загорел, облез, еще раз загорел, облез. После этого мне не понравилось. Я больше не хотел. Отдали мы этот блок, хотя интересное было дело. Ну, она особо не пошла, я уже как-то рассказывал. Как-то так вот люди не все понимали. Шотца такая. А там была такая большущая-большущая подушка. Один человек садится на один край, другой прыгает с вышки на другой край. То есть тебя подкидывают прямо в море. Тот, кто ждал, того подкидывает. Прикольно. Ну, прикольно. Мы как-то посмотрели где-то в интернете. Да, где-то в Европе или где-то в Америке. Там нашел Михаил. Заказали, все делали, вышку сварили. В общем, короче, попали хорошо тогда. Ну, да. Так что не все наши проекты успешные. Но вышка до сих пор на Багратионе стоит. Ее используют. Да, как спасательная вышка. Вот она такая осталась. Мне это подарили. Хорошо не сдали на металлолом. Там-то позвоночник, наверное, посадили. Да, позвоночник мы посадили. Не, когда она была, когда мы ее только привезли, она была как-то легче намного. Она была легче, потому что туда вода не попала. А потом, когда он повалил ее первый раз, то мы ее вдвоем там тягали, эту вышку. Ничего, все нормально было. А потом, когда она набралась водой, мы что-то понимаем, что четвером, кажется, пытались. Ничего не получается вообще там с ней. В итоге потом там краном ее доставали или чем-то там, я не помню. Я не помню. Ну, в общем, веселились. Какой позвоночник это вообще давно ездил за это все равно? Ну, это опыт. Да, зато мы там нырялись тогда в мае, кажется, начинали, да, в конце мая пробовали. Первый раз, когда еще вышки не было, привезли блок этот. И мы вот там вот как раз на Багратионе, где вот эти вот сейчас булыжники там наваленные были. Сейчас их-то уже присыпало хорошо. И пытались прыгать на него. А уже джубка, ребят, джубка. Вот тут бывало пробки такие огромные. Здесь, да. Но я не исключаю, что и сегодня вечером будет тут огроменная пробка. Возможно, на обратном пути мы вам еще поснимаем, покажем. Сейчас кто-то уезжает с утра пораньше, кто-то после обеда вечером сходит с утра на море или в обеда погуляет. И ночь едет и так всячески по-разному бывает, как говорится. Отель слева. Называется Корона. Мне кажется, он пустой. Уже просто Корона. Назвай. Вот такая вот джубка. Тоже небольшая, небольшая. Кстати, вот здесь вот, если пройти мимо вот этой домика, тут пляж не так-то далеко. Мне кажется, джубка, она чуть-чуть поменьше, чем Лазарь. Ну, поменьше, но она там в горы, там туда, вон дальше езжу, улица. Она, да, она растянута тоже так хорошо. У нас, видать, потеплее чуть-чуть там побольше. Ну, у нас климат другой, у нас уже там пальмы, субтропики. Здесь, смотри, здесь пальм нет, да? Нет, тут до Туапсе, где-то с Туапсе начинаются пальмы уже. Даже в Туапсе, я не помню. Здесь уже прохладно. Ну, поселочек большой, хороший аквапарк тут. Ну, и... Последние годы его прямо культурили, и там хорошо. Да, поселок, да, меняется в лучшую сторону. И вот, в основном, кто из Кубани, да, вот все вот ребята с Ростовской области. Кому лень далеко ехать, тоже Лазарьская. Вот, смотрите, большой аквапарк, хорошие горочки, тут ничего так неинтересно. Кому лень далеко ехать, либо, знаете, на денек, на два, на выходные приезжают многие вот с Краснодара на море поехать. По серпантину не ехали. Утром встали в Краснодаре, проехали где-то, да грубо, сколько час, тут-да полтора. Хотя по серпантину стоит проехать, там красивее дорожка. Ну, кого как. По горам, да, тут вообще, в смысле, от горячего включают, тут практически серпантина нет, там нормально. И вот наши, как говорится, земляки, соседи. На выходные сюда приезжают, покупались и поехали обратно, чтобы миновать все эти пробки. Сочинские, там Андерские, Вазовские, Талапсинские особенно. Хотя вот здесь, в джунге, периодически бывают пробочки. Ну, в этом году не было таких страшных, да, что-то я особо... Да, нет, я вот ездил, сколько раз, мне везло. Были. Хотя, может, и были, может, мы не везли. Ну, помнишь, когда мы летали, были пробки, да. Но это были далеко не самые страшные пробки, которые мы видели. Вот за, сколько, десятилетия катаемся. Бывало, как встанешь, и все. Сейчас, вот видите, все нормально, движение хорошее. Ну, правда, опять же, вспомним то, что конец августа, и сейчас на море едем все-таки поменьше людей. Все сейчас в основном на выезд. Хотя и на выезд тоже не так много. В принципе, мы проехали джунгу всю. И еще чуть-чуть уже будет выезд. Там развязка большая и красивая. Справа, параллельно нам, там, за речкой, есть еще одна улица. Там школа, частный сектор, южная нефтяная компания. Это я про заправку так ляпнул. Для поддержания разговора. Газпром, Роснефть, все, кажется, тут есть. Ну, на Газпроме сотый 58-70, самый, наверное, дешевый, да, сотый, что мы сегодня видели. На 60 копеек, сколько там, на сколько-то копеек дешевле, чем на Роснефть. И на Лукойле. Но, привык на Лукойле заправляться. Хотя, Газпром тоже, говорят, очень даже хорошее. Вполне, я просто заправлялся уже всегда на Лукойле. И как бы никогда не подводил. Ни разу, за мою жизнь. Так что, вот так, сухопутный катер, пожалуйста, можно встретить в Жуге. Занесла жива судьба-то. Можешь ее взять? Да куда тебе его, ну, блин? Да не, я что-то на катамаране прокатился, не захотелся. Там есть у ребят, это байдарка, я трехместная такая. Вот ее взять покататься можно. Сесть так лежит на веслах. Давид обещал покатать. Я пришел, а его не было с утра пораньше. Геленджик 74, Краснодар 102, Москва 1442. А вот и поля подухой. Начинаете, вот какие? Ну, степь да степь кругом, хотелось бы сказать, но нет. Предгорье, точнее уже после горя. Хотя смотря, с какой стороны смотреть. Ну, тут горы помягче уже такие. Круглые такие. Низенькие, скажем так. Ну, а мы заканчиваем этот ролик про Жугу и Лермонтова. Может быть, начнем просто ролик, ни о чем. Всем пока.